Добрый день, уважаемые коллеги! Мой первый доклад это эксодовый клещевой боролевоз в амбулаторной практике. Проблема присасывания клещей, это ежегодно актуальная для России проблема. Цифры, конечно, такие гигантские. Ежегодно до полумиллиона присасываний по России, до 30 тысяч в Москве. И ежегодно это выливается в заболеваемость клещевыми инфекциями. Самой распространенной из которых на территории России является боролевоз. Соответственно, по России это цифры 6-7 тысяч ежегодно, по Москве от 500 до полутора. За 2019 год было 1600 случаев. Говоря о амбулаторном лечении боролевоза, тут хочется сразу поставить нас всех в рамки. С одной стороны, но с другой стороны, поднять эту проблему. Потому что, согласно федеральным рекомендациям, лечение боролевоза должно проводиться только стационарно, без возможности амбулаторного лечения. Тем не менее, в Москве в 2018 году была организована консультативная помощь в амбулаторных условиях на базе инфекционной клинической больницы номер 1. Где мы смотрели пациентов и, соответственно, на этой выборке я сегодня и попробую для вас с вами, вернее, поделиться нашим накопленным опытом именно амбулаторного ведения пациентов. Соответственно, кто эти люди? Это 670 пациентов, с которыми мы работали на протяжении примерно полутора, почти двух лет. С января 2018 по сентябрь 2019 года. Которые первично к нам обратились с подозрением на боролевоз, либо с фактом присасывания клеща. Соответственно, из них 468 пациентов были относительно совсем свежие. То есть факт присасывания был в годы обращения и 173 пациента, которые были направлены именно с подозрением на боролевоз. То есть у них факта присасывания клеща не было. Так как амбулаторный прием у нас не делится на детей и взрослых, мы принимаем всех, то и информацию я буду давать с вот этой оговоркой, чтобы и педиатрам была информация, и терапевтам тоже. Соответственно, в нашей выборке половина была взрослые, половина была дети. И здесь уже сразу на этом этапе видна разница, потому что среди пациентов с боролевозом детей оказалось в итоге не так много, взрослых побольше. Соответственно, четверть это дети, три четверти это взрослые. Эту разницу возрастную уже можно увидеть, ну и разницу в принципе заболевания, подхода к заболеванию можно увидеть еще на этапе анализа вообще возрастного распределения во всей этой группе. То есть 670 пациентов, распределенных по возрасту, вы видите, что такая половина приема это дети до 10 лет, понятное дело, если у них мало боролевоза, то в основном это родители, которые переживают с детей и несут на прием к врачу по факту присасывания клеща. Но в общем за этим стоит достаточно малое количество действительно заболевания. Не все то золото, что блестит, как говорится. Среди взрослых уже и видим какой-то паттерн, то есть взрослые с 56 до 65 лет, это такая основная, самая частая когорта. И если такое же распределение сделать уже для тех, кому по результатам обследования, наблюдения был выставлен боролевоз, то эти возрастные пики, они становятся только отчетливее. То есть основной возраст, с которым будут работать педиатры у пациента с боролевозом, это дети от 0 до 10 лет. Подростки это все-таки редкий гость у инфекциониста, а взрослые, в свою очередь, виден уже такой паттерн от 46 до 75 лет с очевидным пиком, тем же самым с 56 до 65. Соответственно терапевты будут работать в основном с таким возрастным контингентом. По полу тоже есть определенные особенности, соответственно от полного равноправия у детей до преобладания женщин, чем старше пациенты. То есть в группе старше 61 года доля женщин составила среди всех пациентов 3 четверти, и эта разница, она еще более усугубилась у пациентов с именно боролевозом. То есть доля женщин старше 61, она прям каждые 4 из 5 пациентов – это женщины. Но, соответственно, опять же в контексте не все то золото, что блестит. Вот пациенты, которые приходят по поводу факта присасывания, то здесь можно разделить такие две группы в зависимости от того, исследован ли клещ. Вы все знаете, что клещи, конечно, являются переносчиками, но далеко не всегда носят себе какие-либо патогенные микроорганизмы. И пациенты, которые приходят к вам с клещом, но который не был исследован, то примерные риски и примерные шансы можно прикидывать по статистике. Роспотребнадзора, который проводит мониторинг зараженности клещей, соответственно, боролиозом заражено по области около 16%, по Москве около 40% клещей. Но есть пациенты, у которых, то есть это где-то половина, у которых клещ исследован, и у таких пациентов они не пойдут к врачу, естественно, если клещ здоров, можно так сказать. Соответственно, если к вам приходит пациент с результатами исследования клеща, то можете практически быть уверены, что 4 из 5 это клещи, в которых обнаружены баррелии. То есть здесь, конечно, шансы и риски, они несколько сдвигаются далеко. Не каждый просто факт присасывания клеща равнозначен, и это необходимо учитывать. Ну и во что же это выливается? Учитывается, всего из всех пациентов, которые были направлены, в итоге боролиоз составил только треть, соответственно, половина они так и остались своего рода непрекаянными, да, то есть у них есть факт присасывания клеща, но ни по результатам обследования, ни по результатам у кого-то катанозозаболевания выявлено не было. Соответственно, им так и был оставлен диагноз состояния после присасывания клеща. Также были и другие инфекции, в частности, клещевые, то есть несколько случаев завозного клещевого энцефалита, один случай пятнистой лихорадки у ребенка, были и случаи такие относительно казуистические, да, когда укус крылатого насекомого, гиперемия, естественно, в месте укуса, которая была расценена как эритема и направлена на прием к инфекционисту. Ну, причем известно, что насекомое было крылатое, то есть, ну, тем не менее. Ну, так как они боролиоз не переносят, и было расценено состояние как укус насекомого. Долька таких пациентов есть. Есть пациенты, которые просто направлены на обследование, там, профилактическое, да, и есть пациенты, которые были направлены в рамках дифференциальной диагностики. И в итоге по результатам, либо по отрицательным результатам диагностики боролиоза, либо по наличию признаков, характерных действительно для другого заболевания, был выставлен диагноз неинфекционной патологии, вот другой соматической, так я назовем. Соответственно, это общее распределение. У детей вы видите вот отражение того возрастного различия, да, что родители чаще приносят для профилактики, так скажем, детей. В итоге все-таки боролиоза оказалось только 18% среди всех детей, которые были, у нас наблюдались. Вот подавляющее большинство это просто состояние после присасывания клеща без реализации инфекционного риска. Вот, ну и малая доля соматической патологии все же есть. У взрослых ситуация, которая находит отражение от пословицы «гром не грянет, мужик не перекрестится», то есть шли уже по большей части преимущественно с проблемами, только треть застыла в статусе, то есть приходила профилактически и застыла в статусе состояние после присасывания клеща. Почти в половине случая все-таки это был боролиоз и значительно возросла доля соматических заболеваний, но в целом это логично, да, популяция взрослее, болезней больше, тем более вы видели основной паттерн, это люди за 45. И переходя уже к вопросам непосредственно боролиоза, да, я бы хотел изначально посмотреть на эти проблемы через призму клинических рекомендаций. Они написаны очень хорошо и в общем и целом многие проблемы на амбулаторном приеме, они покрывают и многие как диагностические, так и клиническую информацию в общем-то в себе несут. Соответственно, при постановке диагноза, вы знаете, что есть и отечественная классификация, но в амбулаторных условиях работать с ней, она, честно говоря, не очень удобна, ввиду громоздкости, а время на прием, она достаточно короткая, потому что поэтому в своей работе я руководствовался. Также прописан в федеральных рекомендациях классификации, которые делят боролиоз на стадии. Эта классификация, она общепринята в мире, соответственно, разделяют локальную инфекцию или ранняя локальная стадия, когда есть проявление в месте присасывания диссеминации ранней и органных поражений или позднедиссиминированная стадия. Эти стадии, они ориентированы на характерные клинические проявления и на характерные сроки возникновения от присасывания клеща, соответственно, ранее локализованная, это мигрирующая эритема и сопутствующие симптомы, но они могут развиваться либо изолированно, либо до появления мигрирующей эритемы. Ранее диссеминированные стадии, это уже симптомы не в месте присасывания, которые могут затрагивать различные системы органов. И все-таки несколько позже возникают самые такие очевидные, это вторичные эритемы в контексте поражения кожи. Невриты, чаще лицевого нерва, синдром Банварта у взрослых чаще, или менингардикулы неврит, и мигрирующая артралгия, которую стоит различать от артралгии при гриппоподобном синдроме, то есть им не сопутствует лихорадка, недомогание, головная боль. Это, как правило, изолированные боли в суставах, преимущественно в крупных, но без воспалительных изменений, которые характерны уже для барлиозного артрита. И поражение сердца при барлиозе – это атрио-вентрикулярная блокада, которая носит так называемый флуктуирующий характер. Ну, основное поражение, конечно, могут быть и миокардиты и так далее, но основное – это АВ-блокада, которая носит флуктуирующий характер, то есть степень может разниться в течение суток. И поздняя стадия, соответственно, это артрит, который для Евразии – это гораздо более редкое явление, чем для Северной Америки, там это чаще встречается. Поражение нервной системы. Ну, в контексте амбулаторной работы – это, как правило, все-таки нейропатия, потому что пациенты с поражением головного мозга амбулаторно редко, когда к доктору придут. И, конечно, кожные проявления, то есть классический такой хронический атрофический акродерматит, вот как раз-таки для Евразии. Ну, у нас был еще один пациент со склеродермоподобным дерматитом, но на самом деле кожных проявлений может быть достаточно много, они разнообразны. И как же стадии распределялись у наших пациентов? Соответственно, среди всех пациентов с боролиозом их было 226 человек. Ранее локализованная стадия – это три четверти. Мигрирующая эритема затмевала собой вообще весь остальной боролиоз, но, тем не менее, встречались изолированные региональные нюфодениты и гриппоподобный синдром. Ранее диссеминированная была чаще представлена вторичными эритемами. В поздние были и артриты, и нейропатии в контексте нейроборолиоза, и кожные проявления. И нами отмечено такое интересное очень состояние больного, как бессимптомная сероконверсия. То есть был факт пересасывания клеща. В процессе катамнеза во время иммунологической диагностики отмечена сероконверсия. Симптомов, даже самых малых, даже субъективных, их просто нет. Соответственно, такого пациента нельзя отнести к какой-либо стадии, поэтому они были названы бессимптомной сероконверсией. В целом это не является чем-то экстраординарным, потому что вы знаете, что инфекционные болезни могут протекать бессимптомно. Это не говорит о том, что это бессимптомные, прям истинно бессимптомные. Может быть, проявления и возникли бы через неделю от выявления состояния. Но таким пациентам давалась антибактериальная терапия, и на этом все и закончилось. Соответственно, конечно, есть отличия между детьми и взрослыми. У детей из-за того, что родители гораздо более насторожены по отношению к детям, в основном это ранее локализованная стадия и маленькая часть ранее диссеминированной, поздняя не встречалась у нас, у детей, и маленькая доля вот этой бессимптомной сероконверсии. У взрослых картинка несколько погрустнее, то есть 70% это ранее локализованная, и вступают в свои права больше диссеминированных стадий, в том числе все поздние стадии, это были взрослые пациенты. Переходя конкретно уже к проявлениям, соответственно, клиническая диагностика при бролиозе это феномен, когда постановка диагноза возможна без проведения иммунологического обследования. И здесь мигрирующая ритема, она выступает на первый план, потому что мигрирующая ритема, она вообще расценивается как такой патогномоничный маркер бролиоза, но, есть маленькое но, если также есть эпиданамнез. То есть при наличии мигрирующей ритемы и эпиданамнеза диагноз может быть поставлен совершенно спокойно клинически, без монологического подтверждения, и начитая антибактериальная терапия. Что такое эпиданамнез? Это либо факт присасывания клеща, либо так называемый лесной фактор, то есть пребывание где-либо на природе. В весенне-летней, ну и сейчас уже осенне, учитывая теплый осень период. Соответственно, это правильный подход, потому что укорачивается время до постановки диагноза, если нам не нужно просто дополнительное звено укорачивается время до начала антибактериальной терапии, это лучше для комплоентности пациента, а на амбулаторном этапе это очень ключевая вещь. И, соответственно, помните, коллеги, не стоит зацикливаться только лишь на факте присасывания клеща, а еще и есть лесной фактор, который можно в своей практике использовать. И приведу несколько примеров, почему такой подход более хорош, чем ориентир только на факт присасывания клеща. Соответственно, среди всех пациентов с бурлиозом факт присасывания был только у половины примерно, чуть больше, чем у половины. Лесной фактор, в свою очередь, был почти у всех. Разворачивая эту мысль, ну не у всех мигрирующий ритм, а что же нам всем антибиотиками кормить? Хорошо, из 158 пациентов, у которых именно ранее локализованная стадия, именно мигрирующая ритема, факт присасывания у половины, лесной фактор почти у всех. То есть 148, вернее, пациентов могли получить антибактериальную терапию без каких-либо дополнительных телодвижений, без назначения лабораторного обследования. Соответственно, такая, знаете, отрицательная сторона, то есть, ну, на ошибках принято учиться, и вот, пожалуйста, ошибки, да, то есть 38 пациентов, у которых были диссиминированные стадии, у 16-ти была и мигрирующая ритема, и лесной фактор в анамнезе. То есть 16 человек могли до диссиминированной стадии просто не дойти. И обратная сторона медали, конечно, которая всегда есть у пациентов, в свою очередь, с неинфекционными заболеваниями, факт присасывания. Вот здесь факт присасывания, да, такой очень строгий признак. Он был в 28% случаев, а лесной в 64%. Здесь лесной фактор тоже есть, но уже на треть меньше, что делает такой признак анамнестический, да, вот если его расценить как диагностический инструмент, у лесного фактора высокая чувствительность, низкая специфичность, и из этого исходя высокое, так называемое, отрицательное предиктивное значение. То есть отсутствующий в анамнезе лесной фактор – это солидный аргумент, в свою очередь, против боролиоза. И, переходя к саму эмигрирующую ритемию, попробуем ее немножечко обсудить. Ну, я думаю, вы все прекрасно это знаете, но, тем не менее, повторение мать учения. Эмигрирующая ритемия – это очаг гиперемии, который появляется примерно через 5-10 и позже дней, то есть есть некий минимальный инкубационный период. Вокруг место присасывания – это округлый очаг ритемии с четкими границами, который центробежно увеличивается, склонен к самостоятельному разрешению. И очень слабо выражены признаки воспаления, то есть зуб, болезненность, отечность, гипертермия кожи. При этом хочется немножко поспорить по инкубационный период, то есть минимальный инкубационный период, который был зарегистрирован нами – это трое суток. В свою очередь, вот это и позже, это действительно значительная доля, то есть на первом месяце, то есть до 28 дня 80% примерно развивают ключевую мигрирующую ритему. И более того, есть еще и некий выход за пределы, то есть после 4 недель 17% тоже развивали в месте присасывания мигрирующую ритему. Об этом необходимо помнить. Инкубационный период может сильно удлиняться. И, соответственно, коротко повторим, уже так с визуальным подкреплением. Очаг ритемии округлой формы, след от присасывания, четкие границы, может быть, может не быть просветление в центре, распространяется центробежно, достаточно длительно и с тенденцией к самостоятельному разрешению. Соответственно, дополнительными наводящими признаками в зависимости от возраста может быть и локализация, то есть для детей вы знаете, что это голова, нередко волосистая ее часть, то есть детям на предмет ритема следует все-таки прочесывать волосики. У взрослых чаще всего присасывание происходит в туловище или в ноги, голова это практически нереализуемый сценарий. И что мы видели на амбулаторном приеме? К нам пришло из 670 241 пациент с жалобами на гиперемию кожи, так или иначе. В том числе и в анамнезе тоже. Соответственно, у 185 пациентов, то есть у трех четвертей, были действительно характерные гиперемии для кожных проявлений бролиоза. При этом в подавляющем большинстве это была мигрирующая эритема. Ну и соответственно, чуть более чем в 10% это были кожные проявления, характерные для других стадий бролиоза. Плюс-минус мигрирующая эритема. При этом 56 человек, то есть четверть очаги гиперемии, по клиническим признакам, которые мы только что с вами проработали, гиперемии не соответствовало проявлениям ИКБ и в частности мигрирующей эритемы. И здесь либо диагностика была клиническая, но в то же время часть пациентов, они до нас получали антибактериальную терапию. И здесь антибактериальную терапию можно использовать даже как некий диагностический критерий в пользу мигрирующей эритемы. Потому что, опять же, по нашему опыту, 147 пациентов с мигрирующей эритемой, которые получали антибиотикотерапию. То есть мы их потом отследили по эффекту. Положительный эффект в виде ее побледнения был у всех. Эритема бледнеет на надлежащей антибиотикотерапии. В среднем она начинает бледнеть на фоне антибиотиков примерно на 4-5 сутки. То есть не нужно клеймить антибиотик в неэффективности, если эритема не угасла за 1-2 дня. У кого-то покороче, у кого-то до 7 дней. И в среднем это 4-5 сутки начинает значительно бледнеть. Гораздо быстрее, чем бледнела бы сама. В то же время из 56 пациентов, у которых не соответствовала клиническим критериям гиперемия бролиоза, антибактериальную терапию получало 18 пациентов. И у трех из них эффект был, у остальных нет. При этом у этих трех были действительно вторичные бактериальные инфекции мягких тканей. У одного была стрептодермия, у второго была вульгарная импетига, и у третьего было вторичное инфицирование после присасывания клеща изолированное. То есть смокнуть им очень выраженно. И вот здесь следует еще дополнительно сказать о двух состояниях, которые могут доктора запутать. Но которые, конечно, вы увидите рано или поздно. Они встречаются редко, но тем не менее метко. Есть такое состояние, как реакция на присасывание клеща, это около 2% всех с присасыванием клещей. И вторичное инфицирование вместо присасывания, примерно 1% всех присасываний клещей. Соответственно, что это за состояние? Реакция на присасывание возникает, как правило, либо во время присасывания, либо через очень короткий промежуток после удаления клеща. Соответственно, до двух дней. Это очаг гиперемии с достаточно стертыми границами, которые сопровождаются либо выраженным зудом, либо выраженной болезненностью. Кожа отечная, горящая на ощупь. И такой очаг, его будет от эритемы отличать либо самостоятельное прохождение, либо положительный эффект от применения антигистаминных препаратов. На эритему не действуют антигистаминные, и самостоятельно она угасает достаточно долго, а здесь это примерно 1-2 дня, то есть значительное побледнение за 1-2 дня достигается. И вторичное инфицирование, соответственно, вследствие грязных ручек на ранку в месте присасывания, это очаг мокнутия с венчиком гиперемии, который сопровождается болезненностью, образуются корочки, и эффект на фоне местного лечения, он достаточно хороший, достаточно быстрый, и гиперемия не распространяется, в отличие от эритемы с ее центробежным ростом. Однако, так как мы уж тут инфекционисты, следует еще отделять такое состояние от струпа при рикетсиозах. Там это знаменитое ташенуар, то есть черное пятно, это такой плотный черный струп. Там мокнутие только в самом начале, в дальнейшем сразу образуется уже там к третьему-четвертому дню струп. Вторичное инфицирование, оно будет и мокнуть, и мокнуть, и мокнуть. Ну, мы знаем, что могут быть и другие проявления на фоне эритемы, и как-то, знаете, учитывая, что мы знаем про бреллез в основном из опыта стационарного, где все поярче, где все потрагичнее, амбулаторный опыт, он, конечно, гораздо более блеклый на этом фоне. Но, тем не менее, какие-то пылочные симптомы, они есть. Соответственно, регионарный лимфоденит достаточно редко у взрослых, около 15% случаев, но почти в половине случаев у детей. Возможно, из-за того, что детей просто пропальпировать полегче. Они нередко острее реагируют на факт инфицирования. Но, тем не менее, средний плепоторный размер – это около полутора сантиметров. То есть, лимфоденопатия не очень выраженная. Лихорадка редко встречается среди тех, кто придет к вам амбулаторно. То есть, это только около 8 пациентов. Среди вообще всех пациентов с бреллезом, тем не менее, если она возникает, то температура тела повышается до фибрильных цифр в среднем. Но здесь нужно различать. То есть, у 4% наших пациентов с бреллезом была лихорадка, которая не была ассоциирована с бреллезом. То есть, ее появление не соответствовало появлению клиники бреллеза. И были другие дополнительные проявления. Например, диарея, катаральные явления. И, соответственно, такая лихорадка была расценена как проявление сопутствующей инфекции. Краеугольный камень, артрит при бреллезе. Соответственно, напоминают наиболее часто моно- или олигоартрит. Преимущественно поражаются крупные суставы. Очень выражен отек и умеренная эксудация в полость сустава. Гиперемия не характерна. Также от артрита в суставном синдроме стоит отличать артрологии, которые не сопровождаются выраженными воспалительными изменениями, но тем не менее являются самостоятельным клиническим проявлением, как правило, характерным на сроках ранней диссиминированной стадии. И с чем же мы работали? У нас среди всех пациентов 15% предъявляли жалобы на боли в суставах, при этом подавляющее большинство только на боли. Жалобы на боль и отек или отек и гиперемию чуть больше 10%. При этом среди всех пациентов боролиоз диагностирован только у половины. Соответственно половина жалоб она априори идет вон. И при этом из этих жалоб действительно поздние стадии, вернее диссиминированные стадии у малого количества, где-то 20%, были действительно часть с мигрирующими артрологиями, часть с артритом. Соответственно жалобы-то остаются, и что-то по этому поводу делать надо. И, конечно, есть определенный дифференциальный ряд. Внимание хотелось бы обратить по большей части на остеоартроз и подагру. Соответственно, в анамнезе часто у пациентов, в половине примерно, были какие-то патологии опорно-двигательного аппарата. При этом есть вещь, которая меня относительно встревожила, особенно в контексте боролиоза, потому что часто люди были направлены на консультацию, потому что есть суставная боль. Но, копаясь в анамнезе этих пациентов, примерно у третьей боли в суставах возникли на фоне антибактериальной терапии. И не верится мне в такое, честно говоря, совпадение, все-таки, скорее всего, это вещи взаимосвязанные, что 29 из 33 боли развились на фоне приема доксициклина. То есть их следует расценивать, наверное, как побочное проявление доксициклина. Но, тем не менее, это был тот суставной синдром, с которым пациент был направлен, и, конечно, доктор это может смутить. Но антибиотикотерапия вообще рутинно при боролиозе, она довольно эффективна. То есть из 11 пациентов с суставными проявлениями антибиотикотерапия была эффективна у 10. Про неврологические проявления здесь много не сказать. Из пациентов всех с боролиозом у 9 была какая-либо неврологическая симптоматика объективная. Соответственно, 5 пациентам потребовалась для диагностики рюмвальная пункция. Так или иначе, признаки боролиоза были выявлены у всех 5 пациентов в ликоре. В то же время у 4 пациентов с неборолиозом также была неврологическая симптоматика. Троим из них в рамках диагностики все-таки была проведена лимбальная пункция. Соответственно, там воспалительных изменений не было обнаружено, и пациенты были расценены как неболеющие нейроборолиозом. Резюмируя такие краеугольные камни с точки зрения органных поражений, для диагностики выпада и разграничения артрит-артрологии используйте УЗИ для диагностики артрозов, предшествующих. Это все-таки суставной синдром, который связан с боролиозом или связан с чем-то другим. Конечно, может быть использована рентгенография суставов, которая покажет деформацию костей, характерную для артроза. В контексте поражения нервной системы амбулаторно не забывайте про электронейромиографию, то есть к нам приходили в основном нейропатии, и в случаях с затрудненной диагностикой НМГ – это хороший метод диагностики, ну и МРТ – это если мы подозреваем поражение головного мозга. И лимбальная пункция может быть использована, почему бы и нет, то есть пациент направляется на госпитализацию с диагностической целью, это, в общем, логично вполне. И в контексте поражения от сердца маленькая ремарка, так как вы помните, что флюктуирующий характеровый блокад на единичной пленке можно не увидеть изменения, то есть методом выбора при подозрении будет холтеровское мониторирование. Ну и коротко, так, в заключении про лечение, уже я тайминг свой израсходовал, соответственно, 4 группы – это пеницелин, цифалоспорин, тетрациклин и макролиды, и мы в амбулаторной практике руководствовались рекомендациями ЭОКАЛП, в которых привязка была сделана именно к стадиям и к проявлениям клиническим, и есть много достаточно пероральных режимов. Соответственно, для амбулаторной практики это наиболее все-таки подходящие такие рекомендации. Соответственно, у нас среди всех пациентов с боррелиозом антибактериальную терапию получали 213 пациентов на момент завершения исследования, и эффект был зарегистрирован при повторном обращении у 198. Соответственно, вы видите в таблице частоту, с которой в этих 198 случаях использовались антибиотики, и положительный эффект на фоне этой терапии. Соответственно, амоксицелин, цификсим, цифуроксим и азитромицин, то есть последние четверо, это было все-таки больше у детей использовано, с хорошим эффектом вполне себе. У взрослых чаще всего это был доксициклин, и на втором месте цифтриаксон, потому что инъекционно сложно, но возможно. Если это было организовано, то эффект был достаточно хороший. Так что, только резюмируя, антибактериальная терапия, то есть работа с такими пациентами в амбулаторных условиях, она возможна, пускай и с какими-то коррективами, с немножко другим спектром проявлений, с какими-то особенностями именно амбулаторными. И более того, лечение в амбулаторных условиях тоже вполне возможно организовать, и более того, вполне возможно отследить пациента по эффективности этого лечения, и при необходимости ее скорректировать. Ну и наблюдение после перенесенного бролиоза, вы все в этом прекрасно ориентируетесь, это уже задача амбулаторного этапа, тут мне вам рассказать особо нечего. Спасибо за внимание, коллеги.